Ну что ж, настало время поработать светлым ключем. Убираем этот фон. Как я уже ответил в комментариях, это не что иное, как занавеска такая джутовая из Икеи. Осталась почти та же самая схема, за исключением, что я подсвечиваю сейчас вот этим софтбоксом. Я подсвечиваю себе как бы фон. Итак, я подготовил белый фон. Сейчас сюда воткну петрушечку такую завитую-развитую. И сфотографируем просто этот самый генегрет в стеклянной чашке. Вот так. Вроде бы сняли и все нормально кажется, но обратите внимание на вот эту белесость, которая отражается в стекле от фона белого. Естественно, от этого никуда не денешься, если мы возьмем, допустим, что-то такое устойчивое стеклянное, к примеру, кружку. Вот так. А чтобы здесь были правильные отражения, мы возьмем сейчас вот эту вот тряпечку и вот так вокруг ее обложим. обложим. Ну-ка, теперь посмотрим. Да, теперь это совсем другое дело. Вот так мы природу матушку-то и обманули. Так, ну а теперь мы хотели снять с вами экшен, то есть вот такую красивую штуку и чтобы с нее что-то наливалось. Ну-ка, попробуем. Вот так. То есть, экшен мы с вами сняли, но я хотел двойной экшен сделать, то есть вот в этой стеклянной посуде. Изображаю, что мы туда как раз сейчас масло нальем и помешаем вот этой вот палочкой. И теперь я хочу в настоящие чашки с горочкой так сделать. То есть, я переложил наш салатик прямо вот в такую квадратненькую чашечку, плошечку очень. Она симпатичная, декоративная. И положил так листочкой, чтобы они немножко как бы свешивались, да? Вот так. И сниму тоже отдельно. Хорошо. Продолжаем усложнять. Положим сюда вилочку вот так. Фотографируем с вилочкой. А потом посмотрим, что нам наибольше понравится. Ну и вот теперь я хочу снять вот такую композицию. То есть, я ее подвешил. Огурчик, вилочку. И вот теперь я ее сейчас эдак сфотографирую. Сфокусируюсь на огурце. Такой интересный кадр. Еще бы рюкочку поставить, но не буду. Ну вот, сейчас мы с вами пофотографировали в высоком ключе. Сделали несколько фотографий. Вот таких. Я ими доволен. Я еще хочу снять, как я в своих рисунках показывал, то есть, сверху, где салфетки там и так далее и тому подобное. Но это уже будет повторение, ребят. Вы эту схему видели. Поэтому мы с вами продолжим уже на деревянных фонах. То есть, в более низком таком ключе. То есть, ждите пятую дистанцию. Как насчет дыхалки? Еще работает? Хе-хе-хе-хе. Ну, терпите. Давайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА